Привет! Я хочу поделиться радостью. У нас за дамой появилось пополнение. Зовут его Трамп. С английского переводится как козырь. И хочу поделиться, как мы выбирали щенка, потому что у нас это первая собака. И жрёт меня, зараза. И выбор был достаточно, скажем так, непростой. Нам повезло, что мы с Ником сразу ещё на первом свидании определились, что мы оба собачники. И нам обоим нравится одна и та же порода. Поэтому с выбором породы у нас проблем вообще не было. Мы сразу хотели малыша Джек Рассела, который вон терьер и жрёт всё, что можно. Но в этот раз мы его научили. Это не так давно произошло. Мы его научили не кусаться больно. То есть он так обозначает, что он меня ест, но больно не делает. Так вот, хочу поделиться, как мы его выбрали. Наш путь начался с того, что я написала своей знакомой, у которой тоже Джек Рассел. И попросила её контакты, где она брала своего щеночка. И так мы встретили девушку, которая, ну, что-то вроде собачий риэлтор. Она нам прислала, наверное, штук 10 всяких разных щеночков, которых можно было взять в течение месяца. Гладкошерстных мальчиков. И он меня жрёт, поэтому отвлекаюсь немножко. Гладкошерстных мальчиков, которых можно взять в течение месяца. И мы их все посмотрели в фотке, посмотрели в видео. Я спросила, какие вообще у них там прививки, не прививки. Там, я не знаю, выставочные они или не выставочные. Нам надо сказать, что для нас самое важное было здоровье щенка. То есть мы не планируем щенка выставлять на выставках. По крайней мере, пока, кто его знает. И поэтому я писала, что мне важно, чтобы щенок был здоровый. Остальные параметры меня не волнуют. И потом, кроме этого собачьего риэлтора, мы ещё смотрели Авито. Ещё я всем знакомым рассказала, что мы выбираем щенка. И все знакомые кидали там какие-то контакты, где можно посмотреть, в каких питомников, у каких заводчиков. И, в общем, мы посмотрели в общей сложности, наверное, видео 20-30 примерно в этом порядке. С разными-разными щенками у разных заводчиков. В Москве, Подмосковье, в Рязани, в Краснодаре и даже в Питере. В общем, везде смотрели этих джеков. Нет, он всё-таки иногда делает больно. И я его, хулигана, такого ругаю. В итоге мы зашли на Авито и посмотрели там тоже какое-то количество объявлений. Но на Авито мы попали уже после того, как поняли, что щенки Джек Ракселов на 2022 год в среднем хорошие, здоровые, стоят в районе 35 тысяч рублей, там плюс-минус. И мы зашли на Авито посмотреть в этих пределах тоже щенка. И я увидела у одного дядьки объявление, что у него, значит, осталось два щенка мальчика гладкошерстных, как раз таких, как мы хотели себе выбрать. Хватит меня жрать. Хватит меня жрать, хулиган. Трамп. Я сейчас его отпущу. Я сейчас тебя отправлю на пол. Будешь сидеть там. Если будешь меня жрать, будешь сидеть на полу. Так, он не успокаивается, поэтому он идёт отдыхать. Вот, в общем, у этого дядьки было хорошее объявление. Он написал сразу, кто мама, кто папа. Эти все данные мы смогли проверить просто в гугле, посмотреть на фотографии мам-папа. Они оказались выступающими собаками. Щенки написал вот заводчик, что они все привитые. И мне очень понравилось. Дядька, который выставлял щенков на Авито, он не заводчик. Он написал, что ему по возрасту его суку Джек Рассела нужно было повязать для здоровья. И поэтому вот он её повязал. И от помёта родилось четыре собаки, двух щенков он уже обещал кому-то. И вот два мальчика у него остались. Ну что ты? Ты хочешь? Ты хочешь ко мне? Не хочет. В общем, у него от помёта остались два мальчика гладкошерстных, которых можно забрать в течение месяца. Они все привиты. И я ему написала, можете ли вы прислать фото и видео мамы, фото щенков, чтобы посмотреть вообще, насколько они живые. А то мало ли что с ним, мы же не знаем. На что мне человек пишет, а давайте с вами созвонимся. Мы созваниваемся по громкой связи с Ником, значит, обсуждаем. И у нас было такое небольшое собеседование на будущих владельцев собаки. Чем мы, значит, собираемся его кормить, какое у нас жильё, есть или нет у нас дети. Вообще, были ли у нас когда-нибудь собаки. В общем, много-много вопросов. Мы минут 20, наверное, с ним разговаривали. В итоге поняли, что мы смотрим на воспитание щенка примерно одинаково. И договорились о встрече. И вот в одно из воскресеньев мы, значит, поехали к этому дядьке посмотреть на щенка. Мы выбрали из двух одного. Мне понравилось «Пятнышко на попе», и наш Трамп с пятнышком на попе уже был готов к тому, чтобы мы его забрали. Но у нас в этот день были ещё смотрины, поэтому мы сказали, что готовы в среду забрать щенка. Дядька нам сказал, что он нам отдаст, значит, полотежка или там типа пелёночку с запахом его семейства, чтобы малышу было не страшно дома в отсутствии семьи первое время. Потом он нам выдал загончик. Я сначала хотела такой же купить, потому что поняла, что он очень удобно выглядит. А потом он говорит, я вам отдам загончик, потому что мне он не нужен, я щенков разводить дальше не собираюсь. У меня вот была одна вязка, чтобы у моей собаки было всё хорошо со здоровьем, и больше вязок у неё, наверное, не будет. Ну, по крайней мере, он не планирует. Поэтому загончик говорит, мне не нужен, я вам отдам. И плюс он нам дал ещё, обещал дать прививки, вторую часть прививки. И, ну, контакты, естественно, там, кинолога, с которым он своей занимается, собакой, контакты ветеринара. В общем, вышли мы от этого дядьки и стали, естественно, обсуждать, какие у нас эмоции, как, что вообще понравилось, нам что-то не понравилось. И мы все единогласно были за то, чтобы взять хоть сейчас, но всё-таки решили, что нужно съездить на следующие смотрины. Всё-таки мы, во-первых, договорились с человеком посмотреть щенков. И второй момент, чтобы потом, если вдруг что, мы не жалели о том, что вот была возможность, но мы не посмотрели. В итоге едем мы смотреть следующую партию щенков вживую. Мы приезжаем в район, там, Котельников, чуть дальше. Вот, Тутинки, Лухмановская, 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 да, куда-то туда. Там уже прям заводчик-заводчик. Там, значит, загородный дом такого деревенского типа, участок. И, значит, на участке штук двадцать этих Джеков Расселов бесятся-носятся. Такие у них загородка есть. Они там, значит, в луже, поскольку весна, солнышко, тепло, всё растаяло. Они в луже там бегают, пытаются гавкать, но очень сиплые. И когда я спросила у заводчицы, типа, почему они такие сиплые, она мне говорит, ну, они тяпкают очень громко. И я им подрезала связки, чтобы они потише гавкали. И, в общем, эти малыши все такие сиплые, как человек с осипшим голосом. Примерно так же тяпкали. Я прибалдела, конечно. И очень интересно было наблюдать, что входная группа, ну, то бишь, крыльцо дома, оно деревянное. И вот фигурные столбики для перил, они были изгрызаны, как будто у неё дома живут бобры. И это было, конечно, ужасно. И я была в шоке, думаю, почему такие невоспитанные собаки. Но поговорив с заводчицей, я поняла, что она, правда, поставила на поток разведения щенков. Она этим зарабатывает. И вот если взрослые, которых не взяли, они у неё там штук 20 сидят за забором с подрезанными связками, никто ими не занимается. Естественно, никто их не воспитывает. В окне мы видели там в какой-то комнате клетки со щенками разными-разными. И вот она нас завела в комнату, где был в том числе и щенок, которого она предложила нам. Там две клетки для малышей, вот она их всех выпустила. Четыре щенка было, один гладкошерстный, как она нам объяснила, будет вырасти, показала его родители, маму и папу, они тоже у неё живут. И там было трое таких махнатышей. Я забыла, как называются у Джеков-Расовов вот эти вот махнатые варианты их шерсти, жесткошерстные которые они. В общем, вот такого плана должны были вырасти щенки. Но маленькие они были все абсолютно одинаковые. В общем, мы на это всё посмотрели, пообщались с ней, как кормить, как что. Спросили про прививки. Ну, уже у нас был какой-то бэкграунд знаний, потому что у предыдущего владельца. Мы уже всё там тоже разузнали. Он нас прокачал в некоторой степени про то, как щенков убирать, как им заниматься. И я вот начала спрашивать тоже у этой тётки. И так и выяснилось, что она их вообще никаких собак никак не воспитывает. Они просто у неё бегают, как-то там размножаются. Что она вроде как заводчик, но она ни на выставке никуда не водит своих щенков. Просто это вот инкубатор собачий. Вот. И щенки там были, конечно, симпатичные. Но они по формату были такие крепыши. То есть, если наш щенок и его мама и папа, они такие более длинные и, можно сказать, такие элегантные. Или, можно сказать, что эти типа как богемные товарищи, а эти такие пацанчики с района. И они такие прям крепыши и очень широкие. И даже маленький пёс, щенок, которого нам предлагали. Я, когда его увидела, говорю, у него мордочка как у Саренбернара. Это точно Джек Рассел. В общем, было как-то непонятно, вроде бы, на виду Джек, но очень широкая морда. И когда мы вышли, значит, всё это тоже сели в машину, уже ехали обратно, обсудили. Поняли, что нет, мы берём нашего малыша с пятнышком у первого мужика, которого мы, значит, посетили. Потому что он и по образу мышления, как относится к собакам, что он его кормит там не сухим кормом, а исключительно там мясом и натуралкой. Что он там старается максимально давать энергию собаке, старается воспитывать. Он показывал свою Шелли. Она просто красотка. Она очень воспитанная собака. Знает множество команд. И когда мы в среду забрали малыша, Анатолий тогда сделал чат для всех владельцев маленьких собачек, которых у него забрали. И в этом чате даёт советы по воспитанию, какие-то там лайфхаки. И спрашивает, а как у вас, так что. И, в общем, мы там все делимся трудностями, с которыми столкнулись молодые собаководы. И, в общем, пытаемся с этим каким-то образом справиться. Потому что это, конечно, мрак. Эта бешеная табуретка носится и пытается съесть всё. Трампик! Трампик! Иди ко мне! Иди ко мне! Иди сюда! Иди ко мне! Трамп! Иди на ручки! Иди на ручки! Иди сюда! Иди сюда! Иди ко мне, мой сладкий мальчик! Иди ко мне! Иди ко мне! Вот! Вот! Пришёл! Пришёл, мой сладкий малыш! Вот, в общем, с вами была Аня Кафырина и Трамп! И мой Трамп! До встречи в следующих видео! Пока-пока! Трампик! Смотри туда! Смотри! О! Что там? Что там?